Так, но я еще не все успел разложить. Короче, у меня есть одна трудность. У меня каждый раз разные люди, разные, так сказать, контингенты, мнения известные. Поэтому я каждый раз практически не знаю, о чем мне говорить. И что мне вообще делать. А я предполагал, что я буду просто приходить и молча рисовать, а нам надо будет смотреть. Собственно, это и есть настоящий мастер-класс. Когда кто-то художник молча рисует, а все имеют возможность смотреть. Но потом я понял, что вот тут детишки маленькие приходили, что этого мало. И вообще я понял и знаю, что в принципе это искусство, это не что иное, как способ поиска взаимоотношений с людьми. Конечно, можно это делать молча, но в молчаливости есть опасность, очень большая для нашего времени. Что у нас терминология разная. Я вот убеждаюсь, я буквально каждый день убеждаюсь, если кто в интернете там смотрит, я буквально вчера написал очередной комментарий, там, опубликовали, что где-то в каком-то районе Иркутска открыли стелу новую, там, Аркадийского района, по-моему. А на фотографии там такая штука, которая, на мой профессиональный взгляд, явно не стелла. Но при этом все это считают нормой. Никто даже мне об этом не понимает, что, собственно, вот такая штука, это не стелла. Ну, специально за две сшелования, я помню. Я так не знаю, что эти слова знаю. Там написано стелла, вертикальный столб или вертикальный аркентар, который высечен. Почему журналисты, наверное, не обратили внимание, почему архитекторы, почему дизайнеры, наверное, не обратили внимание. Более того, я прихожу к студентам, ну, и преподавал, когда приходят впервые на занятия, они спрашивают, вернее, я их спрашиваю, ну, вот, вы пришли, чтобы стать художницей, там, или дизайнером. Что такое искусство? Люди, мало того, что не могут правильно сформулировать, они вообще молчат, ничего не говорят. Вот, я говорю, ну, это же не трудно, откройте слова, ну, смотришь, написано, вообще, что мудреть-то? Вот, это по поводу терминологии, и вы поймете сейчас, почему я это говорю, потому что очень трудно разговаривать с людьми, которым он говорит, что искусство – это одно, то-то, 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 и подразумевает. А он в этом в голове держит совсем другое, и получается, это вот, знаете, что говорят молодые люди, когда парень девушек говорит, что я тебя люблю, это на языке юноша означает, вот, прямо здесь, сейчас, и вот, все, прямо здесь. А девушка подразумевает всю оставшуюся жизнь, пятеро детей, квартира, машина, дом, быть и до конца жизни. Потом, значит, через два года выясняется, что они это слово абсолютно по-разному понимали, расходятся, говорят, он меня не любил, он тебя не любил. А они просто-напросто друг другу, друг другу, и слова образные оказываются, что-то такие штуки. А еще смешнее, когда можно сказать «да», можно сказать так, чтобы человек это понимает, как и нет. Тем более, в русском языке, в Великом есть такое выражение, как «да, нет». Пойди, вы перевели иностранство, представляете, что иностранство переводит? Вот я вам скажу, вы мне что-нибудь говорите, я говорю, да нет. Вот иностранец пишет, что все-таки я сказал? Это русский язык. Причем я не знаю каких языков, в общем-то, так, хорошо, да и плохо, не знаю. Но я так думаю, что это отличие русского нашего языка, нашей русской культуры, которая вобрала в себя все, что можно вообще и варит из этого что-то. Но это то и хорошо, это то и плохо. И вот что сегодня происходит? Я вдруг обнаруживаю, да, вот стелу пишут, а делают не стелу. Рисуют красивые буквы, но называют это не каллиграфией, как это было принято в моей веке, да? Называют это летеринг, да? Или рисуют вот эти вот рисунки, которые я рисую там 40 лет. И я никогда в жизни не знал, что я занимался скетчингом. Понимаете? Ну не знал, а сейчас оказывается это скетчинг. Вот. И вот эта выставка, кстати говоря, я ее уже и говорил о том, что меня что-то удивило, вот она называется в 1976, да, и неизвестно когда, закончится. Вот. Какая-то трагическая название. Тоже никто неопределённый. Что означает эти два последних знака. Вот вы будете свидетелями, какие цифры там были списаны. Мне будет это интересно потом узнать. Вот. Значит, оказывается, в 1976 году, когда я первый рисунок Иркутский сделал, он висит там посредине на той стене, костюм Иркутский. А потом я посмотрел буквально последние работы, которые я буквально на днях заканчивал, делал, рисовал. И я вдруг понял, что я пришел точно к такому же рисованию, как так. То есть то, что и есть, по сути дела, что я обнаружил и есть скетчинг. Правда, я долго не соглашался с этим названием, противился ему, как и всем вот этим нововведениям в русском языке, которые, не потому что я против, там, да, того, что там «ностранные» или еще какие-то слова, я против того, что они разрушают систему и вносят не в някность. Вот как со словом «стелла». И теперь никто не может понять, ни дизайнер, ни архитект, что он сделал. А поскольку я еще работал, например, художественным редактором, тот, который выписывает деньги художника в свое время в издательстве, то я еще приучен к тому, что если название такое, то и деньги должны быть такие. Правильно? То есть если это «стелла», за «стелла» одна сумма. А за какую-нибудь ерунду, там, в графе стоит совсем другая сумма. Вот. И тут я начинаю понимать, а не вот для этого ли делать вот эти почти сознательные подмены? Когда одно дело учиться рисунку академическому и уметь рисовать, или обладать каллиграфией, у которой есть четкие-четкие правила, все знают критерии, и, в общем-то, этому надо учиться, это надо знать, да? А другое дело, не умея заняться этим, выставить в интернет, сказать всем, что я художник, то же слово неопределенное, да? Как определить художника на линии художника? Тоже отдельные разговоры, тоже к терминологии относятся, да? Потому что один говорит, я художник, и все, и что, мы ему на слово должны верить? Вот. И он выставляет, например, свои каракулы, я ему пришлю там в интернете, ну, вообще-то это как бы... А он говорит, вы ничего не понимаете, вы старые, это скетчинг. О, теперь я понимаю, для чего это было названо скетчингом. Чтобы делать все, что тебе хочется, не учиться, назвать это вот так вот, или лоттерлингом, да? Ну, это я примитизирую, может быть, но тем не менее в этом кроется большая-большая, как бы, для нас опасность лично, для нас, для меня, например. Потому что я начал, что, в общем-то, все, что мы делаем, и вообще, для чего люди общаются друг с другом, и рисуют, в конце концов, и все, что угодно делают, это взаимопонимание, в общем-то, одна из главных задач. А тут взаимопонимание нарушается. Да я готов этот скетчинг принять, и пусть он будет. То есть, ну, только назовите мне его, это дилетантское и умелное рисование. Ну, пусть будет скетчинг. Пусть он кельчаник этим занимается. А мы, русские люди, умеете рисовать, да? Например. И вот я чертый дюйм человека. Умеешь рисовать или скетчинг занимаешься? Ну, тогда я согласен. И тогда к архитектору, который там сделал, а не к журналисту, который там написал, я тоже, ну, значит, вот ты не понимаешь, чем ты занимаешься, ну, значит, тогда пусть это будет стелла, по-твоему. А, по-моему, это вот все-таки не стелла. Поэтому я, видите, я так долго могу говорить, могу и рисовать, не знаю. Молча рисовать, что-то. Я сейчас начну рисовать, а расскажите, вот кто что-то рисуешь, потому что мы должны быть так думать. Тем не менее, скетчинг. Я все-таки согласился с этим термином. Пусть будет скетчинг. Но дал я ему... Понимаете, в чем дело? Если появляется для меня новое слово, я, помимо прочего, я непростой. Многие считают, что художник – это вот человек, который просто от эмоций живет. Мне даже знакомый художник, когда я его пытался, он говорит, ты мне объясни, что такое образ, например, в искусстве. И ты мне объясни вообще, зачем ты вообще вот это нарисовал и зачем ты провел эту линию. Он говорит, это необъяснимо, это талант, это, это... И все, начинает. И вот так в основном преподают, кстати говоря, у нас в институте. Туда приводят вот такие часто художники. Я скажу, я просто знаю, я же преподавал. И они, в общем-то, художники-то хорошие. То есть он сам этого научит. А рассказать об этом, логически передать не может. Мало того, что путаница эта самая вся терминология запутана, он сам не знает. Я спрашиваю профессионального, мастерского художника. Чем отличается живопись от графики. Потому что я же вижу, он выставил там, например, или привел меня на выставку. Я же вижу, что там не графика, а живопись. Но я его спрашиваю, ты мне объясни, а почему ты назвал график, который работа красивая, может быть, все хорошо. Он... А он объяснить не может. Он не может четко мне обозначить, чем живопись отличается от графики. А если он не знает, то как можно это делать? И поэтому я возвращаюсь к самому своему первому дню. Дело в том, что мне повезло. У меня архитектурное образование. Я считаю, очень сильно повезло, потому что оно... Мозги на место ставят, ну, если нормально учиться, я думаю. Потому что все-таки, в отличие от чисто художественного образования, где людей учат действительно больше на впечатлениях, на эмоциях. И более того, вы знаете, мне довелось учиться в двух школах. Я учился в Новосибирской школе, учился в Илькутской школе архитектурной. И я все-таки вижу это. Может быть, оно обидное, различие между той школой и этой. Давайте с того, что все-таки архитектура, она находится в триаде Императорской Академии Художеств. Архитектура жив и скульптура. Академия Художеств. И всегда, когда я еще учился, нам это говорили. Вы не забывайте, нам всегда говорят, вы художники прежде всего. У нас доходило там, я помню, в Новосибирске, это Новосибирское институт, он все-таки ведет свое начало оттуда еще и с гравитационных, там профессоралы у нас еще гравитационные преподавали. И поэтому я как-то так вот это воспринял, что я не столько строитель, я художник. И для нас это был главный предмет, в общем-то. И доходило до того, что когда нам пришла какая-то молодая математичка, а у нас там просто математика и физика, и все это есть, и завалило всю группу, то декан пошел со скандалом на кафедру математики и сказал, что вы делаете, какие они математики, зачем вы завалили всю группу, они что, будут арифметикой заниматься, они художники. И заставили всем исправить оценки, там даже вот до такого доходило. А когда я приехал в Иркутск, я обнаружил, что все-таки архитектурный факультет, которому сегодня, 26-го числа они будут справлять, мы будем справлять, и я выпускник первого выпуска этого, 78-го года, 40 лет уже получается, а он был основан на базе строительного факультета. И что опять же интересно, вот смотрите, он был основан, я когда сюда перевелся, я так зазову схватился, мне было так скромно учиться на строительном факультете. Хотя архитектурная специальность. Но, слава Богу, к моему окончанию успели переименовать, его назвали архитектурным, и сейчас у них там в дипломе записан архитектор. Вот. Исправились. И тут я узнаю, что два года назад этот же факультет, который они сейчас там празднуют, снова не будет ему названием, факультет строительства, на первом месте, дизайна и архитектуры. И все. И я понял, что на этом произошел кризис. Потому что спутали строительство, дизайн и архитектуры в одну кучу, и люди, которые там учатся, они актуальны строительными, архитектными, дизайнерами, все вместе. А дизайн и архитектуры, я ничего против плохого не хочу сказать, дизайнеров, я там сам 10-й, дизайн преподавал, и по сути дела на него зарабатываю. Вот. Но дизайн и архитектуры, они рядом, как говорится, не лежат. Точнее сказать, что дизайн, он вытек естественно из архитектуры, вышел из него. И вот это интересный тоже вопрос. Дело в том, что в конце прошлого века, в конце позапрошлого века, вот, появился так называемый капитализм, фабрично-конвейерное производство. Это все знают, это факт истории. И фабрично-конвейерное производство породило дизайн. То есть конвейер. И чтобы на конвейер появлялись эстетически красивые вещи и шли в продажу, то есть появились узакомленные товарно-денечные отношения. Это вот произошло в эволюцию позапрошлого века, экономическую эволюцию, позапрошлого века, экономическую эволюцию. Тогда же если вы помните появился модернизм, абстракционизм, все вот эти вот течения нового искусства, они не просто так появились, они вот именно из-за этого появились. И это отдельная тема для отдельного разговора, но я-то про дизайн и архитектуру. И дизайн тогда появился как коммерческая форма, этого никто же не скрывает, как коммерческая форма искусства, как коммерческо-рамышленная форма в архитектуре в том числе. Потому что у дизайнера и художника и у архитектора противоположные цели в жизни вообще, не в жизни, а в работе и в жизни тоже. Дизайнер делает по принципу сделать так, чтобы понравилось как можно больше людям и чтобы они это купили. Все, это главная цель, задача дизайнера. Художник делает совсем для другой цели. Для какой? Я сейчас не скажу. Думайте сами. Все-таки художник создает уникальную вещь бесценную, которую нельзя оценить, нельзя купить, потому что у него совсем другие задачи. Совсем другие задачи у искусства. Хуже, нет слова, для меня, чем продажный художник. Тебя покупают, часто мне спрашивают, сколько ты стоишь? Что-то мне как-то от этого очень противно становится. А Филонов, великий наш гений считается авангардного искусства. Павел Филонов, который умер в Петербурге от голода и не продался в свою жизнь ни одной работы практически. Он принципиально не продался, как я, по-сси. Ну, по крайней мере, я принципиально не делаю на продажу. Но если кто хочет покупать, покупайте. Меня спрашивают, вы работу продаете? Я говорю, я не продаю работу. Но если вы хотите купить, вы у меня можете купить. То есть я не занимаюсь продажей. Я художник. И задача моя не продать. Потому что как только я в своей голове ставлю цель продать, я превращаюсь в дизайнера и начинаю проектировать, что можно и как продать. Поэтому, когда я начинаю думать, как это лучше продать, я начинаю совершенно иначе рисовать. Я должен, я же не идиот, рисовать такие какие-то совсем, знаете, вот такие вещи, которые будут только мне, только Богу, только для этого, создавать гармонии, которые никто не купит. И если моя задача, то мы же купили, вот отсюда появляется китч, так называемый. китч в переводе опять же на русский язык с немецкого это кухня на грязи, по сути дела вот эти вот шкурки, а шмётки, помойки, значит, говоря. Это то, что остаётся от еды, вот, и то, что потребляют ротяги, по слову говоря, да. Вот китч, это когда художник думает, что я сегодня такое должен сделать, чтобы мы у меня купили. И естественно, он выходит к людям и спрашивает, «Да что мы у меня готовы купить? А что люди готовы купить?» Вот всё, что стоит около Андрея, вот они там и покупают. Это закат на Байкале, восход на Байкале, значит, три берёзки 3000, четыре берёзки 4000, пять берёзок 6000, медведь, кошка, мимини, обнажённая натура, ну, их 10 штук. И обязательно, чтобы были яркие и тёстые цветы. Всё. Это покупает 99% населения. Почему? Это отдельно с двух, тут замкнутый клуб. Художники приучат, будут и к этому специально, к этому упрощённому варианту, а те считают, что это и есть искусство. Появляется китч, это то, как только художник озадачился, опять же, я не против денег, но просто они не должны быть первым в твоей цели, в твоей задачи. Это всё к вопросу о терминах, видите, я всё время к этому вопросу возвращаюсь и закончу именно эту тему тем, что на архитектурном факультете, где, как говорю, повезло учиться, потому что у меня в дипломе среди 60 специальностей половина математика, физика, химия и так далее, экономика, а вторая половина история, живопись, история, искусство, рисунок, скульптуры и так далее, и так далее. Вот такое образование у архитектора было раньше, не знаю, как сейчас. А, сейчас я не закончил с дизайнером, это была хорошая профессия, если дизайн здесь, архитектор здесь, а художник здесь, если они как бы не пытаются друг с другом конкурировать, как фотограф, живописцы, например. У нас, по крайней мере, когда делали плохой, слабый проект, то преподаватели самое большое ругательство, какое было, это, ты что за дизайнером сделал, вот для архитектора, понимаете? Я объясню, почему. Потому что ты сделал не внутренне гармоничную, дитаничную и правильную, рациональную и так далее, не архитектуру сделал, а вещь на подаче. Вот подача, хайп, желание продать эту вещь, подменить, понравиться кому-то, продаться кому-то, подменить это сутью, для чего ты это делал, для чего дом делается, чтобы, очень просто говоря, жить, чтобы, не знаю, комфортно спать, чтобы получать удовольствие, вот ведь главная задача, не для того, чтобы этот дом продать, и проект ты делаешь, не для того, чтобы у тебя его посмотрели так, внешне, ой, как красиво, а когда начали подходить и смотреть, там планы все набраны, да, там, туалета нету, это забыл сделать, это не нарисован, то есть проект в дом, он совсем, он включает сложный туда такие моменты, а есть просто красивая картинка, все подходят, кто в этом не выбирается, пять, ой, какая красивая картинка, вот преподаватели это называли, что за дизайн он сделал, ну, подразумевалось, что, ну, ты красиво это нарисовал, подал, а собственно, это же не архитектура, это не значит, дизайнер, сам по себе дизайнер, дизайнер, они тоже своим делом занимаются, только когда начинается путаница в терминологии, возникают большие проблемы, а это, но мне вместо того, чтобы рисовать, мне приходится так долго говорить, все время, чем и часто, вот, а рисую, я уже, можно сказать, плохо, потому что, опять же, я начинаю рисовать, а мне говорят, что-то вот, даже, потому что, я не художник, мы можем, потому что, с его точки зрения, художник должен делать это, а с моей точки зрения, он должен делать другое, так вот, я все время пытаюсь, как бы, оправдаться, Что я такое делаю? Почему я это делаю? Самая большая радость для меня оказалась, и эта выставка тоже, и часто в интернете я вижу, что у меня все-таки там есть поддержка, и все-таки люди, многие хорошо это воспринимают, вот это моё творение, гмазню. Потому что все равно я знаю, у Андрея продаются совсем другие картинки. Там такого практически не продают. Поэтому вот тема, она называется «Непродажное будущее». И тем не менее, кому-то это нравится, и даже… Кстати говоря, больше покупает иностранцы и не Кутянин. Меня это тоже поначалу удивляло. Ну, в общем, я-то знаю почему, но ведь первая мысль у Кутянина, который подходит к этой работе на ЛСПФК, он спрашивает «Альгейн?» Ну, справедливая мысль, я согласен. Но опять же, это была не моя главная задача, где это находится. Есть ли задача, обозначив место, у меня есть фотоаппарат. И вот тут мы возвращаемся к ценам искусства вообще, и что я делаю, и для чего. Немножко перебился, потому что я не закончил с архитектурного узора, я сейчас закончу. Что когда пришел на первое занятие по… Вообще на первое самое занятие, подавал старый профессор какой-то, он сказал, что люди шли, вы будете архитекторами, вы будете профессионалами. Первое, что я вам хочу сказать, забудьте слово «красиво». Вы, профессионалы, как художники, не имеете права это слово употреблять. Это слово для всех остальных. Если уж вы хотите сказать что-то, так сказать, положительное, свои эмоции. Ну, во-первых, потому что делается не для красоты, вот такой вот, не для дизайна. Потому что архитектура, квартира, стихотворение, то, что делает человек, он не должен озадачиваться красотой. Потому что, как только ты озадачиваешься красотой, это значит опять, ты озадачиваешься как угодить этому, этому или этому конкретному человеку. Это сфера услуг, извините, какая-то. Как угодить этому человеку. То есть, там есть клиент, он у тебя купит. Ну, совсем другая сфера. Вот. Поэтому слова «красота» в данном случае нет. В лучшем случае можно это обозначить словом «гармонично». Вот гармония, она более такая веская, да и тоже не очень сладкая, но так или иначе в слове «гармония» это она точно указывает на существование критерии. Когда мне подходят люди на улице, я говорю, ой, как красиво. То есть, что-то забавное, вы знаете, может подойти какой-нибудь бич пьяный. Ко мне приходит, например, ну, извините, какой-то полупьяный сантехник, да, что-то отремонтировал, там, зашел в мастерскую, говорит, ох, как классно, какой ты классный художник. Он мне говорит, я думаю, а почему он-то меня взялся оценить? Ну, что, он знает, какой художник. Ну, он считает, что необходимо меня оценить, и как бы он думает, что я буду счастлив от того, что он меня обоснал. Ну, ладно, хороший человек, добрый. Развался у меня классный художник, и при этом он говорит, у тебя классная живопись. Опа! Я говорю, да как не живопись вообще, ты эту графику. Ну, это какая-то оценица. Вот примерно так. И я понимаю, что вот эта оценка, да, она вообще никакая. То есть, то, что ему нравится, то, что он считает классным, в переводе на старый язык, красиво, означает, что мы друг друга не понимаем. А я тогда спрашиваю ребенка, там, еще кого-то. Вот он подходит, все считают, такой какой красивый рисунок. Я говорю, а что потом он такой красивый? Ну, это и все. На этом заканчивается голова, включаются какие-то, ну, такие вот движения пальцами. Ну, это когда нравится, он мне говорит. Я говорю, ну, позволь, я говорю, вот я знаю человека, которому с утра нравится, например, выпить стакан водки и запить пиво. Это что? Он говорит, правильно, хорошо. Вот ему нравится. А тебе нравится вот это. А другому нравятся толстые-толстые люди, условно говоря. А другому нравится, например, такое. Другому нравится такое. То есть, ты нравится, это же не критерий того, что я красиво сделал. Вот. И люди считают, произошла подмена. Люди считают, что вот если я сделал так, чтобы ему понравилось, то я, во-первых, хороший художник, во-вторых, я создал произведение искусства, в-третьих, вообще, что это хорошо. А я, честно говоря, даже его и не знал, до этого, и не собирался я его делать хорошо. И произошла подмена. Искусство настоящее, которое я называю честным, я, видимо, буду на этом еще дальше акцентировать у себя в публикациях, это когда стоит другая совсем задача, не угодить любому встречному, поперечному, а уж тем более, что самое стрёмное, всем сразу. Все, на этом ты перестаешь быть художником. Филонов сказал, если тебя хоть раз купили, ты перестал быть художником. Ну, это же логично, правда? Ты перестал быть художником, ты перестал рисовать, ты начал продаваться. И если тебя купили, тебе это понравилось, ты хочешь, чтобы тебя купили еще раз. Ты начинаешь тогда все это превращаешься в дизайнера, а я, поскольку дизайнер, вот я могу сравнивать эти вещи. Вот мне уж такое повезло, что я одновременно и дизайнер, я фотограф, и компьютерщик, то есть, поскольку у меня первое образование было кибернетика, математический, и музыкальную школу я закончил, уж извините, и, значит, рисовал с детства, и так далее. Когда я родился, то я что первое помню, когда родился, справа стоял чертежный стол у его отца, инженера-конструктора, который там был, инженер-конструктор, да, а в одной руке у меня был карандаш, медали, а в другую руку мне дали старый отцовский для военных фотоаппарат, который я там же разломал. И я поэтому вырос, я вырос в красной комнате фотографической, как с отцом, который этим занимался, и за его чертежной доской, и поэтому для меня фотография и рисование это две параллели вещи, но я утверждаю, то есть, дизайн, архитектура, искусство и дизайн, искусство и архитектура, для меня это разные вещи, это не одно и то же. Я пытаюсь это людям доказать, и я начал с того, что архитектурный этот факультет наш бывший перенимывал для строительства, дизайна и архитектуры. Всё, для меня на этом, как бы, культура, вот, моего понимания всего этого дела, на этом закончилась, если они спутали дизайн с архитектурой. Ну, такая байка, она не байка, она такая есть, что архитектора, заказчик просит, сделай мне что-нибудь очень оригинальное, но супер оригинальное, вот как у соседа я видел. Вот задача дизайна, сделать что-то, якобы, оригинальное, вот, как у соседа. Вот такая вот проблема, её надо им решать, дизайнерам. А перед художником никто такой задачей вставил, сделать что-то такое оригинальное, как у соседа, правда же? Вы скажете, нет, что-то ты тут мархалтуру какую-то гонишь, если ты сделаешь, сосед, то есть срисуешь, и тут дальше мы идём, срисуешь, с чего? С фотографией, стрёмно, да, уже было. Даже с улицы, вышел на улицу и срисовал. Оказывается, тоже стрёмно, а затем более, понимаете, вот все думают, что нарисовать красиво, правильно и так далее, это и есть главная задача художника. И я часто на пленэр выхожу и часто спрашиваю, а вообще зачем на пленэре рисуешь? Ну взялся, сфотографировал, а мне принёсся, рисует себя здоровье с фотографией. А я пытаюсь объяснить, что это совсем разные вещи. Рисовать фотография – это дизайн, говоря моим языком, а рисовать на пленэре – это и есть искусство. Я вот сейчас подбираюсь и всё-таки, наверное, я потом порисую, может быть. Вот. К тому, что же такое в моём понимании искусство в терминах это всё. Так вот и профессор наш сказал, что вы должны так слово красиво убрать из своего языка, а уж если вы говорите, то говорите гармония, а в гармонии там есть математика заложенная, она стопроцентная. И в общем-то гармония это соединение головы, рук, мастерства и души, то есть чувств наших. Необъяснимые чувства это одно, это дух, если говорить религиозным языком. Вот дух святой, да, наши руки, это, наверное, отец наш. То есть триада, триада у человека, человека, ну я обычно ещё говорю, ну два крыла как минимум у человека есть, это чувства и мысли. И вот когда хочешь взлететь где-то там вдохновением своём, которое я слова тоже не знаю, какое-то вдохновение не знаю, вот, если хочешь взлететь, надо обеими крыльями махать, вот, и разумом, а когда мне говорят, что искусство это художник дурак, который не обязан думать, мне даже часто так пишут, что, мол, рисунка красивая, пишешь в глупости. Я говорю, ну извините, вот если всё-таки вы вот смотрите мои работы, то уж извольте соглашаться с моим пониманием того, что есть искусство. потому что я же рисую оттуда моё понимание идёт рисование. И коротко пробегусь я всё-таки по, наверное, понятиям, по понятиям, будем жить по понятиям. Смотрите, искусство, телеискусство. Ну вот, кто вот это дайте читал, он уже наизусть, наверное, знает эти мои байки. Но так или иначе, великий русский, вот тот сам искус, с которого я начал, он соединяет в себе какие-то несоединимые вещи, и вдруг в одном слове нам выдаёт опять такую вещь, из которой надо что-то, выбор какой-то делать. Потому что в слове творчества корень – вор. И голова едет, да? А чем же я должен заниматься? И я когда вижу вот эти сворованные пейзажи, ну как бы срисованные, даже срисованные лица у людей, то я вспоминаю, что корень – вор там, однако. И художник считает своей целью срисовать и подать за своё. А они – нет. И ещё в слове «искусство», да, есть «искус», то есть это искушение. И мы вдруг вспоминаем, что во всех религиях вполне справедливо запрещено как бы рисовать что-либо. В исламе там вообще запрещено людей рисовать и так далее. Наши христиане расслабились. Да и то, кстати, говорят, христианская христианская религия не приветствует рисование людей, там рисуют только вот религи, иконы, да? А людей считается-то как-то это неприлично для человека рисовать, потому что ну Бог создал же уже творец. И к этому мы приходим уже потом кто-то кто художник, он тоже творец, и Бог творец, и отец наш творец и так далее. Ну, об этом можно, наверное, читать, я вам буду об этом долго говорить. Так вот, всегда я нахожусь перед выбором, люди находятся перед выбором, что же выбрать-то в творчестве, корень-кор или лак, или варить. То есть что же там всё-таки главное? На творить или сотворить, да? Там творец-ты, творец-ты, в слове искусства каждый выбирает себе своё, или это искушение людей обманывать, зарабатывать, создавать, пречать из-за религиозного. Вот эта вот красота, которую пытаются многие подавать художники как свою главную цель, это ничто иное, как грех прещения. В общем-то, вы прещаете человека чем-то каким-то внешней красотой. Понимаете? И вот это мне даёт всё-таки моё, наверное, архитектурное мировоззрение, понимание того, что человек что-то делает не для прельщения, не для продажи, ну для чего, для того, что дом делается, для того, чтобы там жить, а не причать других людей там, его высотой и так далее, и так далее. Вот дом рисуется, даже рисуется архитектором не для того, чтобы повесить на стенку, он рисуется для того, чтобы создать проект, по которому потом можно будет построить. То есть есть в рисунке своя собственная цель, она не связана с прельщением. Вот слово прельщение, я сейчас вспомнил, оно очень хорошо характеризует всю греховность искуса. Недаром в русском языке это занятие называется искус. Но если мы его продолжим, то есть возьмём полноценное слово искусство, то там появляется тво. Нам только остаётся догадываться, что же это всё-таки твоё или творчество. Я не знаю, пусть ливийские филологи этим занимаются, но мне нравится копаться в этих словах. Когда я вдруг обнаружил, что был такой кастрированный искус, продать, купить, а потом появляется тво. И там появляется искусство, это значит что-то сложнее и гораздо гораздо глубже и интереснее. Что? Ну, я люблю приводить пример, что вот для меня идеальный художник, тот, который занимается, ну, во-первых, это архитектор, который делает дом для продажи, как сейчас, сейчас архитекторы не делают дома для жилья, дом для жилья называется, сейчас называется машина для жилья, обратите внимание, есть самая фраза, а не место для жилья. Самый для меня идеальный все-таки художник, к которому можно было бы каждый день стремиться, вот эту картинку я вам сейчас нарисую, потом буду рисовать реальные картинки, значит, едет Чукча по тундре, Чукча, там где-то, вы вены, да, на оленях, у него упряжка, северный сиянье светит, ночью там, вот эти олени там бегут впереди его, и он по тундре, по снегу, там, едет на санях, и поет он, эту свою знаменитую песню, этого каюра, как известно, вот все, что видит, то и поет, вот он едет от одного дома к другому, он об этом и поет, и с оленями он в этой песне разговаривает, он поет, у него эта песня, вот там, на всю тундру он орет, там, поет, и самое, теперь смотрите, что происходит, поет он обязательно о том, что у него, вот, вот, актуально для него, вот то, что видит, во-вторых, поет он в ритме того, как он едет, вот по этим вот снежным, этим, 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 голос его соединяется вот с голосом этой тунны, да, и вот все, он, он сливается с этой песней, вот с природы, и даже олени его слухают, может, иначе как-то бегут, вот эта песня каюра, вот это идеальный художник, который, может быть, даже не знает, для чего он поет, но я-то знаю, я потом объясню, для чего, а теперь представьте Филиппа Киркорда, да, а или вот этого каюра, которого притащили в зал, поставили на сцену, переодели в каюру, дали ему одежду, не его, сняли его настоящую, одели на него, вот, и заставили петь песню каюра со сцены, и сказали, что у тебя билеты там куплены, там, тебе на вот этот, этот, ну, ну, что останется от этой песни, ничего, вот он там был художником, вот там он был артистом, там он делал искусство, а здесь он будет на сцене делать, не знаю, что, не знаю, ну, кое-кто возражает, что и на сцене делаются произведения искусства, я согласен, но вот первая причина, где-то там спрятано у этого каюра, и еще есть такие же примеры, когда китайские художники, каллиграфы приходили на берег реки, ой, море с этим, с прибоем, и на песке писали свои стихи, вот, прибоем накатывали все снова, он снова писал, вот в этом смысл создание новых гармоний, мы созданы по образу и подобию Господа, Бога, то есть Творца, кто-то называет его Аллахом, кто-то называет его там Иисусом, кто-то кем, а мне нравится наше русское название Творец, тоже, да, правомерно, ну, там так и написано во всей религии Творец, вот я согласен, пусть он будет Творцом, а уж там местные дела, они пусть смешают сами, и поскольку я воспитывался в марсистско-ленинской парагигме, философии, материалистической философии, там написано, нормально, русским, а точнее, там еще, переведено с немецкого языком, что Бог – это неизведанное начало, ну, никто раздражать не может, да, что это начало, которого мы не знаем, оно неизведанное, я вот с этим согласен, по имени Творец, и вдруг, мне сказали, оказывается, в любой религии, я читаю, вот там, по крайней мере, ну, вы у вас, какие-то, все на христианстве, я читаю вот эти мехологию, тут я еврейскую, и мне, в общем-то, я согласен, да, создан по образу и подобию Бога Я, то есть Он Творец и Я Творец, и вдруг я вспоминаю, что, вообще-то, моя профессия творческая называется, а что же делал Бог, и зачем Он сюда нас заслал, людей-то, в общем-то, и поделил, кстати говоря, на животных и на богоподобных, да, и дал, вы, правильно, всем же известны эти слова, призвание, каждого призвал, то есть, что значит призвал, Он тебя позвал, каждого, каждому дал призвание, какое Он дал призвание? Одним Он сказал, плодитесь и размножайтесь, это те, которые там бегают в кустах, а вторым Он сказал, первым, или нет, вторым Он сказал, а первым Он сказал, вы созданы по образу и подобию моему, и даже когда спросили Иисуса Христа, где Бог, но Он сказал, в тебе, а мне, чёрт побери, и я вдруг обнаруживаю, что это я-то и есть его частица, да, но это, я сейчас говорю на мифологическом языке, он мне нравится, в принципе, я согласен, почему бы нам не использовать древнюю мудрость вообще, да, для своих сегодняшних дел, и я вдруг понимаю, что на мне лежит миссия, какая, начинаю понимать я, думать я, а вот та, которая у Творца, конечно, Творца была миссия, да, создавать мир гармоничный, Бог создал гармоничный мир, косвис, условно говоря, опять же, условно, всё крутится, вращается, всё очень красиво двигается, гармонично, вот мы вернулись к слову гармония, там красота, она появляется, если есть гармония, если гармонии нет, то красота исчезает, для любого практически, то есть гармония примеряет, слово гармония, понимание гармонии, она примеряет и пьяницу, и любого алкоголика, и грамотного, и безграмотного, потому что, господи, Кантин, не помню, старый стал, сказал, и люблю цитатами говорить, но он сказал, что меня поражает больше всего в этом мире, меня больше поражает всего в окружающем пространстве, это, наверное, вы знаете, да, мир надо мной, звёздное небо надо мной, и нравственный закон внутри меня, это и есть ощущение, подспутное ощущение гармонии, которое заложено в каждом человеке, можно учиться, можно не учиться, но каждый человек, у поэта Маяковского, да, написано, каждый знает, что такое хорошо и что такое плохо, вольно, невольно, учи ты его, не учи, и любой знает, что такое хорошо и что такое плохо, и в каждом заложено понятие совести, в каждом заложено понятие неры, и я думаю, что те, которые делают какие-то гадости, то есть разрушают гармонию, я это называю, собственно, это меня называют, там, в религии называются сатанизмом, да, то есть разрушение гармонии, и у человека есть всегда выбор, или ты вот творишь и создаёшь гармоничный мир, работаешь на это, либо ты разрушаешь это, разрушать, ломать не стоит, ломать ручки, поэтому мир заполонён вот этой разрухой, вот, поэтому очень много художников, очень много всех, вот так, всем до творцов, которые всё время нам навязывают разрушительные какие-то вещи, эти вот дисгармоничные цвета, дисгармоничные всякие вещи, линии, и вот мы, давайте всё-таки вернёмся, наконец-то, к рисованию, и я сейчас попытаюсь соединить вам все эти теории с практикой. Дело в том, что, ну, не знаю, вы-то, наверное, люди все умные и подкорбленные, да, ну, я знаю, как люди относятся к абстракции, я часто вижу, вот, что абстракция, это или что иное, как, какая-то, чем угодно, но только непохожая, да? Да не, всё гораздо интереснее. Да, я про архитектурное образование закончу и перейду к этому рисованию. Меня часто спрашивают, так вот, и я долгое время в семье убивал архитектора, между прочим, чтобы стать художником, потому что архитектор, когда рисует, перечеркнет, он считает каждую колонну, он считает каждое окно, он считает, он создаёт чертёж, ещё хуже подограф, он вообще, вообще ничего не делает, ну, подходит, фотографирует, как есть, вот, тоже задача, ну, он не грубает совсем, задача-то не творческая, а я всё время, а у меня вот это в голове, меня свербило всю жизнь мою, да, ты же творец, ты же создан по образу и подобию Гога, чёрт побери, ну, на мне лежит эта миссия, она, я не знаю, как кто, кто-то, может, забыл об этом, а я всё время думаю, как я буду помирать, елки-палки, приду к Богу, чё я ему скажу-то, что я не выполнил его миссии, да, мне из-за родителей обидно, они меня там возили по всяким армитажам, там, деньги тратили на всякое обучение, а я, а чё я сделал, вот, как я исполнил своё призвание, и я всё время об этом думал, и, в общем-то, я пришёл, да, вот к этому выводу, что создание гармонии, моя, 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 да и любого обязанность эти гармонии создавать, ну, как минимум, хотя бы не разрушать, да, потому что иначе космос рухнет, ну, то есть, ты разрушил на своём месте гармонию, гармония какая? гармония взаимоотношений, гармония материалистическая, то есть, ты вместо гармоничной линии, правильной, рациональной, ты провёл какую-то к дзеки-бурину, которая, на которую я посмотрел, и у меня, что-то не так стало, Шумякин Михаил, художник, рассказал очень красивую фразу, что работа художника сродни работе глазного хирурга. Одно неверное движение глазу у человека нет. Вот, что мы сегодня думали, глаз у людей уже не стало, потому что наша визуальная вот эта культура, она разрушена вот этими сатанистами, условно, конечно говоря, но теми неграмотными, необразованными людьми, которые делают какую-то вот такую ерунду, а называют её стеллой. Вот. И как я должен пожимать руку вот этому архитектору и считать его коллегой, если он разрушил вот эту маленькую гармонию. Было сказано так, сделано так, и при этом ещё это всё порушено. И всё, и невольно он становится моим врагом человеком. А я узнал такую мудрость, недавно, что говорят, мудрые люди или умные, они к концу жизни к себе прибавляют количество друзей, а плохие и глупые люди к концу жизни увеличивают количество врагов. И я трагически вдруг обнаружил, что у меня количество друзей уменьшилось, да ещё и умерло многие, а количество почему-то неприятелей, врагов, недоброжелателей у меня сильно увеличилось. Причём я их сам себе увеличиваю, понимаете? на меня завиделся очень многие архитекты, мои коллеги бывшие, за то, что я их делаю. У нас учили одному, а мы делали совсем другое. Но такие вот проблемы. Поэтому я и рисую, и пытаюсь разговаривать, чтобы как-то оправдываться и объяснять, что я всё-таки в конце концов делаю. Теперь насчёт гармонии. Ну, пора в шуме рисовать. Нет, не пора. С архитектурой не закончат. Так вот, я долго пытался стать художником. Чем отличается художник от архитектора? Многие не понимают, и многие мне говорят, ну, вот здесь недорисовано, здесь недорисовано. Я недором эту выставку в общем-то и делал, и дорисовывать не хочу почти. Вот вешаю работу, думаю, пах, наверное, не поймут, ведь она же недоделана. А вот эта недоделанность, это, в общем-то, ну, вот я нарисовал, я получил удовольствие какой-то чук-чук, вот это вот, ехал по этой самой, ну, и не продал свою песню, и не допел он её до конца, потому что он потом там поезд и дальше поедет, дальше будет петь. Его задача была не продукт доделанный получить, и я вдруг понял, что, собственно, моя задача не продукт получить для продажи, моя задача каждый раз сделать что-то и дальше идти, а может быть это бросить, выпросить, подавить, отдать, ну, как в конце концов продать, если кому-то вдруг это понравится, пожалуйста. Вот, поэтому они у меня такие, и я к этому пришёл, вот к этому, и, собственно, я почему скетчингом согласился со словом скетчинг, я решил так, что если появился новый термин, он должен обозначать обозначать новое какое-то явление, ну, нельзя же думать новое слово для старого явления, поэтому я назвал скетчингом вот эти вот быстрые акварельно-штриковые рисунки, соединяющие линию и пятно, соединяющие две, казалось бы, несоединимые мерно-философии в изобразительном искусстве, и тут мы можем прийти вообще к пониманию живописи и графики, что очень важно, про архитектуру закончить, вот они мне когда говорят, почему, людям нравится, когда, ну, большинству, не вам, я, правда, большинству, нравится, когда всё порисовано, я говорю, вы понимаете, вот архитектор, я вот тут заказ сделал, да, это дизайнерский заказ, ну, нарисовал я всё, как надо, каждый заметок нарисовал, мне за каждый заметок заплатили денег условно-желое, да, я умею это делать, я умею прорисовывать каждую детальку, хотите вручную, а вообще, когда я это рисовал, но поскольку им нужен был всё-таки рисунок, это живой, ну, как бы, как бы рисунок, вот, есть много способов перенести фасад здания на лист бумаги, теперь его нужно раскрасить, да, вы можете вот посмотреть, ну, я, вы знаете, я даже сознательно здесь немножечко соберу кукрию, чтобы совсем точно не срисовывать, потому что, ещё раз повторяю, срисовать правильно любой пейзаж, любое лицо, любой объект, это очень просто, вот такой парадокс, это просто надо сидеть и тупо вести линии, сканировать, ты же сканировал, это можно делать просто, как сказать, на глаз, но если ты совсем дурак, тогда ты не владеешь фотографией, какой-то бумагой, ты просто тогда, ну, если ты все эти самые достижения цивилизации не освоил, ну, тогда ты возьмёшь лист бумаги, как раньше делали, когда не было фотографий, не было, там, старый учебник возьмите, там написано, надо взять карту, на карте, перевести с карты, по клеточкам, помните, на клеточке разбить, и по клеточкам, чем меньше клеточки, тем точнее, ты сделаешь рисунок. Это совершенно ремесленная, примитивная работа, которой занимались 150 лет назад, и отсюда пошло наше понимание искусства. На самом деле, всё, пришёл фотограф, пришла компьютерная техника, и необходимость таких рисунков, она, как бы, не то, что ты видишь, она, может быть, и есть, но сейчас это робот делает. А я, конечно, я делал вот это, но мне заплатили деньги, ну, пожалуйста, буду её рисовать. Сидел, сам себя материл последними словами, ну, продался, противно было, нарисовал, нигде не показывал, стыдно, хотя кто-нибудь иной бы схватил, раскрасил, побежал, выставил, продал. У меня таких работ очень много, ну, это дизайнер, я дизайнер, как бы, наушники не показывал, вы, если это не специализируете, вы, как специализируете, вы покажете, а как художник-то я, почему там дружно носал, вот эти вот такие подобные вещи. То есть, я понимаю, что это как доказательство, я умею рисовать с точки зрения нормального человека. Я долго-долго от этого вообще избавлялся, чтобы рисовать вот здесь сейчас, что я вижу, не с фотографией что-то, вот вижу молодого человека, возьму его, сейчас он рисует, вот это будет искусство, вот это будет честно. Вот, если я возьму его фотографию, тащу домой, из фотографии буду срисовывать, я же не дурак, что я буду срисовывать. Вот, мне говорят, сейчас вы сделаете портрет по фотографии, сделаете портрет по фотографии, я говорю, пожалуйста, и беру я за них, совсем недорого. Я говорю, вы думаете, я рисую что ли? Да нет, конечно. Я приношу это, вот я сейчас признаюсь, я, да я это уже и уроки делал такие, и рассказывал. Ну я его естественно приношу, там распечатываю на отеке формат, делаю его блеком, потом карандашом обвожу. Так сделано все искусство в интернете. И когда вы там видите, вот эти вот похожие, ах как похожие, ах как это мелко, это дословно, ах как это, вот там даже, не отличишь, говорят, портрет не отличить от фотографии. Сейчас весь интернет заполонил, и люди, и не отличить, наберут не отличить от фотографии, пейзаж не отличить от фотографии. Но если раньше люди, еще вот 20 лет назад, они это все-таки, браки вручную вымешки любили делать, занимаясь не творчеством. Срисовывать, это не творить, вы со мной согласны? Это надо воровать. Убогло, Бог создал вам нечто. Вы пришли, у него это, вот смотрели, украли, быстренько срисовали, а сегодня сфотографировали, с помощью компьютера перевели, распечатали, принесли, сказали, я художник, я автор, я творец. Вот грех, вот грех, за который будет наказан. Вот обман. Не здесь он творец, творец совсем в другом. В чем? Все, приехали к срисованию. Сейчас будем пытаться это сделать. В гармонии. Я обязан перед этим мирозданием создавать свои собственные гармонии. Вот. Как их создавать? Для чего их создавать? Почему их создавать? Ну, тоже есть ответ. Ну, для того, чтобы гармонизировать себя, я уже говорил, как тут чуча, гармонизировать с окружающим пространством, с миром, и, говоря образным языком, с Богом, в общем-то, с Творцом, меня Папа, Творец, заслал на эту землю и сказал, дал мне призвание. В общем-то, поддерживай то, что я сделал. То есть, в каждом, что ты в каждом сдал, что я призвание. Поддерживай то, что я создал. Храни. Ты, воин, гармония. А те, кто ее разрушает, те, кто, собственно, против, получается. Так что у меня с Богом нормальное отношение. Несмотря на то, что всякие разные крещенные, необрезанные, я все равно с ним на одном языке поговорил. Ну и так, вы видели вот такую, да, такую? Я уже почти доказал, что это не искусство, что это кража. Вот. Как нарисовать? Вот у меня, да, еще интересный вопрос, живые психографики, чем отличаются. Ой, как много можно рассказывать. Даже нарисовать. Долго, еще, меня спрашивают, научите рисовать, как вы. Я говорю, ну вот вам для этого надо 67 лет прожить. То есть, я же вырвал, я родился, у меня в руке долгое время. И вот, все помнили, разу, ни одного дня я его не выпускал. Ну да, такой тренинг, что делать. И мне смешно, когда там написано, научимся людей рисовать. Ну думаю, ну знаю, может быть научат. Но в принципе, да, как-то можно. По крайней мере, раскрепостить человека. Можно это отдельно, это сделано. А вот то, что делаю, например, я, я так полагаю, что люди, что мне приходят, чтобы все-таки автоматикой, я вот ей объясняю. То я это рисую с помощью вот этого моего пожизненного тренинга, да, в который включено полуматематическое образование, архитектурная профессия, там, значит, занятия там, всякими спортами и так далее. Это моя, моя пластика, это пластика моих движений, это мой характер, это, и вот, если я туда вкладываю, вот в это я себя не вкладываю практически, понимаете? Здесь меня нету. А моя задача, опять же, перед Богом, свое сделать, не вот это чудовище рисовать, а свое сделать, что для этого нужно? Я должен создать свою гармонию. Смотрите, если вот совсем отключить у меня и мозги, и чувства, и пластику, и попытаться вырубить из меня вообще все мое умение, которым я долгое время тренялся, я для этого не знаю, что надо это сделать. Сильно, может быть, напиться, вот так вот извернуться и попытаться что-то вот так вот нарисовать, вот, чтобы совсем поломать как бы пластику движений. Да и то, я сколько раз пытался, все равно лучше, что интересно получается, да? Я вот сейчас пытаюсь создать ну, вот какую-то фигню, понимаете? дисгармония называется. Еще можно не глядя так вот ставить, да? Хотя не глядя, там все равно появляется фритмик и движение, появляется система. Гармония. Гармония – это система. Но когда системы нету, когда она разрушена, мы можем доказательно говорить, что это ерунда. Когда я вижу дилетантскую работу, я, одна из тем моих мастер-классов, как отличить шизеру от подделки, как отличить китч, халтуру, да, и китч от произведений искусства. Вот я пытаюсь это объяснить, как меня учили там, да, отличать красивое от некрасивого, условно говоря, на языке обывателя. Красивое от некрасивого. Вот некрасивое. Тогда этот профессор -то и сказал, вы, когда будете говорить красивое-некрасивое или гармоничное-негармоничное, то вроде как вы, это не имеете просто права говорить, а вы обязаны это доказывать. Иначе, если ты не можешь объяснить и доказать, что такое красивое или гармоничное, то какое право ты имеешь делать это? То есть, художник или архитектор, который не знает и не умеет объяснить другому человеку, чем отличается красивое-некрасивое, да? А он как может это делать красивое. Так вот, школа якутская, условно говоря, я хочу сказать, они основаны на том, что красивое-это это вот когда, ну, мне говорят художник, короче, талантливым надо быть, тогда поймешь. Все, на этом все обучение, образование и воспитание закончилось. Короче, вот раз ты это понимаешь, ты дурак, ты не трогал. Я ему, ты до него докапываешь, я говорю, объясни, что такое образ художественный. Он говорит, ну, ты понимаешь, и опять тупик. Объясни мне, и опять тупик. Вот я пытаюсь объяснить, вот это некрасивое. Значит, портрет точно так же можно нарисовать, да? Вот сидит полный человек. Я думаю, вот этими некрасивыми, такими поведениями нарисовать похоже, в общем-то. Нарисовать похоже, все равно бы, все равно вы его, все равно вы его там пусть знаете, да, может быть. Ну, я рисую, как бы, сейчас, как бы, узнали, сказать, о, шаман, художник, да? Да нет, я же не создал произведение искусства. Более того, я непонятно, что создал. Вот. А теперь я его ли, не его ли буду рисовать, но если я это буду делать, выверенными и какими-то вот такими линейами, понимаете, которые сами по себе, может быть, ничего не обозначают, вот, но которые несут, как у чурчей у меня внутри, вот эту вот внутреннюю мою какую-то гармоничность, да, то не важно, что я нарисовал, какое я нарисовал, у меня эту работу извиняюсь за выражение, купит даже китайцы, поэтому у меня эту работу покупают, в Иркутске покупают китайцы, у меня поражается, зачем китайцы и в Иркутске, он меня не спрашивает, где эта улица, он меня не спрашивает, где этот дом, он покупает ту гармонию, которую я в этом везде создаю, потому что он приносит ее, может быть, к себе домой, вешает ее на стену, да, он не знает этого города, но та картинка, те линии, те, независимо от того, как это вылазит, кто это и что это изображено, можно перевернуть как ногами, лица нет, а линии остались, например, еще проще, я могу вообще как бы не опираться ни на что, я могу просто делать такие вещи, и они, ее можно уже вешать на стену, да, вот, я могу их делать бесконечное количество, причем в зависимости от своего настроения или от настроения как бы людей, ну вот это вот такая, но это не обязательно, что все на лекаре, их линиях может быть построено, это может быть построено на пятнах или их такие вот, и мы понимаем, что вот это другое настроение, но она все равно красивая с точки зрения обывателя, опять ее можно повесить, а если пойти дальше, ну начать как бы вдаваться в какие-то подробности света, которые приносят новые нам гармонии сюда, да, то мы можем получить какие-то такие вот штуки, вот, мы создали знак, знак чего? мы создали знак сегодняшней ситуации, вас, меня, вот этого разговора и создали новую гармонию. Она, я так, ну конечно, здесь я же видеть, как я это вообще совсем нагло делаю, и тем не менее мне не стыдно за нее. Вот понимаете, вот это вот мне стыдно показывает на выставке, а вот это мне не стыдно показывает. Ну, я может сейчас вот еще что-то подправил, сделал, хотя, а зачем? Собственно, вот я как сказал, сказал слово не враге и грех, я сказал честно сейчас. Я могу ее дорабатывать, могу ее, вот это, собственно, по сути дела, есть абстрактное искусство. То искусство, которое не несет конкретного образа, в смысле вот этого вот художественного образ здесь есть, мы опять начинаем, понимаете, мне нравится в словах копаться, человек говорит, образ, художественный образ, художественный образ, художественный образ, портреты, да, делают, все говорят, вот это там есть художественный образ, а там нет, и все забывают, что слово образ у него как бы особо, это образовывается. Фотограф ходит, да, или какой-нибудь художник ходит, говорит, я ищу образ, я ищу образ, я ищу образ. уже готовый. Готовый образ дурак найдет, а ты его создай. Это архитектор, он создает дом и потом вдруг дом сам становится этим образом каким-то. Самая глупая архитектура это которая пытается стилизовать и подражать. В дизайне слово стилизовать, на этом улучшат стилизовать, что такое, то есть подстраиваться под другой стиль. Был стиль классика. Приходит заказчик и говорит сделай мне в стиле или портрет. Он не просит меня, нарисуй меня вот сейчас здесь прямо, как ты видишь. Ты художник, я человек. У нас с тобой дуэт совместный. Вот я хочу сейчас получить вот это. Он мне ставит совсем другую задачу. Он мне ставит задачу не художника, а дизайна. Нарисуй меня как будто бы я, там значит вот в 18 веке, в таком-то как будто бы интерьере, как будто бы это не я, а будто бы это вот это. Стоп, думаю я. Так это вот художественная задача или не художественная? Образ я буду этот создавать или я его буду проектировать, этот образ? Вот создавать это когда ты из ничего создаёшь что-то и вдруг рождается вот это вот, а уже потом приходит зритель, приходит архитик, смотрит на это, да ещё набрать можно походу много, что это. И он тут так много найдёт. И правильно, это всё нормально, он найдёт, потому что это я создал, а уже искать уже легче. Вот. И каждый находит своё в этом нормальном всё-таки. Это можно сказать абстрактное искусство. То же самое могу сделать с домиком или ещё с чем-то. Но почему я опираюсь на лицо, опираюсь на объект, на что-то, на нечто? Я, правда, ещё про образ, не про образ, а про знаки. Ну так вот, графика, она стремится к знаку всегда, к знаку, к такому. А живопись, она стремится к пространству. Это есть очень быстро и очень условно. Совсем быстро и условно, то листок с графикой, висящий на стене, он принадлежит стене. Он стене дыру не делает, потому что графика, она в плоскости всегда. Живопись – это новая живая жизнь, живопись, новое письмо – это живописная картинка на стене, это всегда дыра в стене. Художник-живописец, неважно чем, трасс, чем угодно, материал не зависит. Он разрушает плоскость и делает дыру. Вот это живопись, служила в живую жизнь. Суть графики – это перенести трёхмерность, наш трёхмерный мир перенести в плоскость. Суть живописи – создать четвёртое измерение, по сути дела. То есть, когда, если живопись плоская, ну, это даже уже само слово, да, плоская живопись – это, как бы, звучит плохо. Вот. Живопись – она всегда дыра. И тут от этого идут очень-очень многие разрушения, это очень интересно. Графика всегда стремится к условному лаконичному знаку, условно говоря, к иероглифу, к священному камню, да. А живопись всегда стремится разрушить холст, выйти в пространство и создать какую-то новую, неважно, абстрактную, реальную, ещё какую-то картину. Такое, по-моему, логичное и простое понятие этого различия. Когда я вижу попытку раскрасить графику, то есть скетчинг – это и есть попытка раскрасить графику. Поэтому у меня сразу возникает как раз и сомнение. Оно возникло, да. Я отторгал это слово, но потом подумал, что, ну, я не буду сейчас опять даваться подробностей, что это достаточно такой хороший объём. Я ведь всё-таки по своей творческой специализации художник-иллюстратор, я вступал в Союз художников как художник книжной графики, то для иллюстрации такие приёмы раскрашенного рисунка, они вполне годятся. И ещё сразу дальше пойдём, что в книгу, например… Знаете, здесь только понятие «книжная графика», либо только понятие «книжная живопись». Дело в том, что вот в книгу скетчинг может вписаться, а живопись в книгу не вписывается. Живопись там и народная. Поэтому я когда вижу книгу, оформленную живописными работами, я начинаю сразу думать, или я дурак, или вот те, кто делают эту книгу. Потому что они же… у книги же лист плоский. И когда мы сюда делаем живописную картинку, то мы в листе книжном делаем дыру. Но когда эта дыра как картина… Графика, обратите внимание, она всегда оформляется с паспарту обязательно. Обязательно. Потому что паспарту оно и подчёркивает принадлежность плоскости. Вот. А живопись всегда оформляется толстой багетной рамой. Это как бы образ оконного наличника. Это дыра. Дыра. Живопись, вислящая на стене, это дыра в стене. Всё, запомните. Вы подходите, как в телевизор. Она всегда смотрит. Туда, куда. В тот мир. А графика – это вы всегда подходите, она стену не разрушает. Поэтому я вижу, что мои работы некоторые могут разрушить стену. Хотя я стараюсь этого не делать. И вот тут появляются такие тонкие-тонкие нюансы. Вот эти вот. А это что за нюансы-то? Зачем они нужны? Зачем голову ломать? Да за тем, чтобы гармонию не разрушать. Потому что, знаешь, творец мне рассказал. Я говорю, не путай всё, а поддерживай мою работу. Если ты работаешь с плоскостью – работай с плоскостью. Если ты работаешь с пространством – работай с пространством. Когда ты пытаешься это путать, я говорю, а как тогда делать открытие в искусстве? Я говорю, можно смешивать, можно путать. Только знать надо, что ты делаешь и ничего. Есть ли у тебя оправдания от этого? И, как правило, чаще всего таких оправданий-то и нет. Ну вот представьте, да, вот скрипач играет, виртуозный скрипач. Он играет своё там. И у него там масса проблем и интересных вопросов поврешает с помощью этой скрипки. Там безнадо, что можно делать на этой скрипке. Но если он не умеет на ней как-то смотреть, что он начинает делать? Он включает какой-нибудь барабанчик тут. Он пытается по скрипке поскрукивать. Или этот самый пианиш. Представляете, Виктор играл, играл, играл. Ему не хватает его мастерства. И он начал стучать, как на барабане на этом рояле. То есть попытка смешать жанры, на мой взгляд, это слабость, а не сила. Вот хорошему виртуозу, любому виртуозу, ему нет необходимости смешивать эти жанры. Хотя говорят, что многие открытия в науке произошли от смешания одного с другим. Механика, биология, биомеханика. Ну, не знаю, отдельный разговор об этом можно долго говорить. Поэтому мы можем создавать вот такие абстрактные знаки и вроде исполнять свой долг дворца. Почему я опираюсь на Иркутск? Почему меня спрашивают? Вот Иркутск, вы любите Иркутск там, и наш Иркутск. Я не знаю, я жил в другом городе, я бы другой город рисовал. Ну, я же социальное существо. Я, конечно, с Богом там разговариваю сам, когда мы вдвоём. Но я так живу в городе, я живу в социуме, я живу с людьми. Вот, в конце концов, мне нужно это взаимопонимание. Но самая главная задача вообще, вдруг я обнаружил, что она вообще наркантильная такая. Это инстинкт самосохранения. Потому что я пытаюсь найти себе, у меня фамилия такая, собеседника. Я пытаюсь найти себе единоверцев, единомышленников. Потому что я знаю, что они не дадут, не обмажут, что мы друг друга поймём и будем жить комфортно. В конце концов, создавать гармонию, искать единого понимания – это наркантильная задача – жить в людьми в комфорте и не ссориться. И что у меня там на улице вот человек, с которым я вот так вот разговаривал, он завтра у меня поговорил на улице не дает. Получается, в общем, достаточно наркантильная задача. Ну, я не знаю, может быть, уже даже и пора заканчивать, я вам надоел, или что-то порисовать. Давайте я сделаю следующее. Ну, мне вот здесь неудобно, потому что вот как-то здесь ещё видно, да? Ну, давайте в качестве подарка, ну, что ли. А вот у вас инициалы какие? Светлана Бутулина. С.А. Светлана Бутулина. Вот смотрите, сочетание С и А можно сделать, ну, самое разное. Вот. Вариантов миллионов. Можно спроектировать С.А. вместе. Ну, мы сейчас к нему что-то, мы приходим, но, тем не менее, я вот пытаюсь, как бы, всё-таки, и с позиции искусство об этом говорить. Да, я могу какую-то вещь сделать. Ну, и вот Светлана Анатольевна сидит передо мной, я могу попытаться сделать её портрет, достать фотоаппарат, сфотографировать. Мне это неинтересно. Я могу её нарисовать. Уже интересней, потому что будет белый лист чистый, и из чистого листа я начну создавать какую-то гармонию линий, и попытаюсь, мне будет интересно всё-таки соотнести реальность вот этой вот созданной мною какой-то вещью. То есть я же создам новое. С фотографами часто спорю. Я когда говорю, ну, всё-таки фотография, на мой взгляд, это не творческое искусство, такое у меня, типа, проясните, ну, все своим делом занимаются. Автомобили водит, водитель, там, лётчик, это, фотограф, фотографирует, всё нормально. Только вот, что там, как-то вот, тому, о котором я говорю, то, что я называю искусством, вот я, я там не вижу ничего такого. Ты пришёл, сфотографировал и остановил мгновение, ну, или как заслужил. И так далее. Он говорит, ну, зато я, это, это, это же увидеть, говорит, надо. Я говорю, увидим-то все. Просто это надо фотоаппаратами, и это всё сфотографирует. Наверное, так. Хотя я знаю, фотографии, там тоже есть творческие задачи. Таких надо ставить, формулировать и мне рассказывать. Я спрашиваю фотографа на выставке, я говорю, где твоя творческая задача? А он всё, он не может объяснить. Ну, а если он мне не может объяснить, где его творческая задача, какую он задачу решал и так далее, и так далее. А они все отъековы, с него опытом объясняют. Ну, в лучшем случае они начинают рассказывать, ну, я вот тут скадрировал, я вот тут, я вот ракурс нашёл. Я говорю, твоя творческая задача в чём? Ну, то, что ты там ползал, искал ракурс, это понятно. У тебя спина хорошо работает, у тебя техника хорошая там. Знаешь, как кнопки нажимать. А ты-то что сделал здесь вот так, из пустого листа? Что ты сделал? А вот так, не делайте ничего. Я, может, эту таракулю сделал, но она моя, и я за неё отвечаю. Вот я творец. Когда мне кто-то показывают фотографии, ну, я не знаю. Ну, ладно. Я не об этом. Поэтому мне можно срисовать, можно сфотографировать, можно это. Но всё равно же нужно на что-то опереться. И я могу сюда включить сознание. Я этого не хочу делать специально. Как только я включу сознание, я стану дизайнером, чё-то побери. И я тогда начал прикидывать, какое сочетание КСПА понравится именно для этой женщины. Ну, поскольку я психолог, я немножечко знаю, я догадываюсь, что ей надо. И сразу я перестаю опять быть художником, чё-то побери. И я знаю, что ей очень понравится, если я там изображу вот что-то похожее на неё. Если более того не похоже, я ещё и привыкну немножко. Потому что похоже, то кому нужно похоже? Человеку нужно в портрете или в своём отражении в другом художнике видеть обязательно комплимент. Значит, я туда добавлю комплимент обязательно какой-то. Ну, какой-то. Либо умнее, либо глаза больше, либо ещё что-то. Всё, и я опять перестал быть художником. Я опять стал дизайнером. Я стал проектировщиком. И опять начинаю прикидывать, что же нужно такое сделать, чтобы вот этот человек меня похвалил. То есть я ухожу опять от этого чучи и прихожу опять к Филиппу Кивкуру, который думал, как его собрать полку на стадионе. Это называется поп-искусство. Поп-искусство. Мне так это нравится поп. У нас же вот религией тоже попы занимаются, да? Это всё в одно. Самое парадоксальное, но потом я понял, что слово попа, оно тоже как бы где-то так же. То есть это всё из мира потребительства. Понимаете? Вот у нас есть рот говорить, кушать, слушать, в глаза смотреть, всё это вот. Ну и есть, естественно, у всех попа, да, для того, чтобы вот продукты потребления каким-то образом утилизировать. Вот поп-искусство – это утилизация гармонии и красоты. Собственно, тем же занимаются и попы, извиняюсь. Они берут Бога, да, притаскивают его на землю и начинают по всем людям, толпе доводить от своего имени. Мне это сомнительное занятие кажется – говорить от имени Господа, от имени Бога, да? Тем более, что у тебя же устали записано, не говори от имени Бога, это грех вообще-то. Вот. Поп. Я становлюсь попсой. Поэтому, вы знаете, вот моя задача, что ещё СА написать, да ещё так, чтобы не быть попсой, для того, чтобы… Я не знаю. И я специально отключаю, вы знаете, я специально в себе отключаю вот эту меркантильность и желание подать. Я просто тогда, я уже говорю, я выключаю мозги, я выключаю вот этот расчёт свой. Он во мне заложен, он во мне есть, он есть в моей механике, в биомеханике моей есть. И я просто не думая, не глядя уже, просто делаю СА, да? Как вот у меня вот сегодня, в данный момент, на мне заложено… Вот. Вот такая вот СА, да? В следующий раз она может быть другая. Это очень хорошо и красиво, это эффектно делается тушью, вот здесь вот, да? Всё-таки углом это не так, нужно быть красиво. Ну, я могу сюда уже добавить цвет, но это уже будет комплимент, да? Графика честнее, в конце концов. Ну, если я здесь ещё поставлю в нужном месте свой артограф и в нужном месте дату, это тоже важная задача. Ну, я уже справлюсь с дизайном, потому что где здесь, где здесь. Я это невольно, вот смотрите, я невольно так закомпоновал, что здесь уже никуда ничего не воткнешь. Это произошло нечаянно. Вот. Я сейчас уже взглядом на людей немножко смотрю, что вот это вот могло быть жирнее, но я уже не хочу её добавлять. Но, в принципе, я не обязан уже, да? Я же не обещал никому-то эту одну линию сделать, да? В принципе, я могу сейчас всё-таки добавить. Единственное, что я останусь как бы в парадигме честного искусства, но я рискую испортить эту немножко вещь. Я бы всё-таки сделал, ну, я, знаете, попробую поймать то движение, которое было изначально, а снова в него попасть. Вот. Хотя говорят, что, да, одну воздуху не было никакой важной. Вот. И всё-таки мне надо, мне надо, мне надо вот эту вот вещь такую сделать, да? Вот он получился уже почти. Вот здесь я себя чувствую. И теперь, и теперь я вижу, вот здесь этого появилось. Всё правильно, она хорошо встала, вот эта вот вещь. Она как бы вот с ней держится, но я перед рукой вижу, что здесь чуть-чуть пустовака оказалась. И я вот сейчас буду проводить линию и вижу, что листок нервного трудела. Вот я сейчас уже опять с командой дизайнером. Вот тут я только говорю, вот. Мне надо здесь вот что-то добавить, вот здесь. И вот тут я думаю, что здесь как раз линии не хватает, наверное. И ещё важно одним и тем же цельным функционалом, опять же честно, когда ты начинаешь менять, менять, двое и другое. Всё, пудрец. Вот. Наверное, и автограф, и реализатор. А сегодня у нас что, двадцать? Двадцать. Двадцать. Двадцать третий, да? Вот. Ну это естественно, это главное у нас, да? Наверное, я не поставил листочку. Вот. И двадцать третий, да? И десятый. И может быть это даже не узнаваемо, но вы это запомните. Произведение искусственное, мне кажется, я создал. Вот и доказал, да? И я вам это подарю, и на этом и закончу. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот, рисовать примерно так же город, вот мне хочется. Ой, я это вам сбрызгал. Ну что, хватит, наверное, да? Давайте так, если музей нравится, пусть приглашают каждую неделю. Спасибо вам. Спасибо. Рисовать. Спасибо вам. Спасибо. Вопросы? Я? Смотрите. Вы видите, я думаю, не будет сына. Ну, все-таки. Ну, все-таки. У нас сегодня будет место. Давайте. ГCOMB. ЗАМАЗЛАМУ ВОЩИВАЮЩЕРА Вот, теперь, значит, я сейчас вам хочу сказать, понимаете, вот для меня такая работа, она ничем не хуже. И вот, есть, ну, даже с экраном, в рамке поменьше, я бы с удовольствием повесил, а вы уже смотрите, подоткрыть потом все. Ну-ка, ну-ка, включаем голову. Спасибо. 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 До свидания. До свидания. До свидания. Здравствуйте. Искусственное создание новых гармоний. Искусственное, обязательно. Для меня искусство – это слово и явление противоположное естественному. Вот такой парадокс. Вы понимаете, это слова, они сами нас заставляют, так понимают. Вот есть, реальность – это естественное, а искусственное – это вот, когда ты создаешь что-то нереальное. То есть, ну, то, что новое обязательно. Вот новое, вот я вот новое создал, вот у меня это и есть искусство. То есть, гармония создана на искусстве. Искусственное. Конечно. 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 Где здесь отсутствие свободы? Свобода теряется, когда ты начинаешь думать, сколько это продается. Вот тогда теряется свобода. А если, например, у нас особый термин, как это продается? Знаете, по большому счету, они, конечно, не должны думать, но они уже должны быть внутри. Знаете, как любое воспитание. Вы ходите по улице и общаетесь со мной, вы же не думаете, как жить, что-то произносить. Ну, что-то вы не думаете. Это заложено внутри уже у вас, да? А присутствие? Нет, это самое главное. Ну, если опять говорить о системе организма, как сказать, свобода – это осознание необходимости. Да, есть такая фраза. Если вы поняли, что это необходимо, но при этом вы абсолютно это принимаете как естественное, что это и есть ваша свобода. Ну, не знаю. Ну, для меня как раз это и есть свобода. Это вот независимость. Ну, я, может, сюда жря показываю. Да и сюда, собственно. Я в данном случае буду независим ни от Галилеи, ни от политики, ни от политики каких-то, ни от количества денег. Разве нет свобода? Я знаю, как человек, которому озадачил только выставку сделать. И сделать это не надо выставку. Я же понимаю, что он не свободен. У меня тут же готово и действует. Мы все время работаем с этим. А мы делаем так, заложено. Говорим, господи, ну какая же несчастность. Человек, конечно, свободна. Поэтому тоже это не к свободе, как бы и призывают, все время стремятся. Ну, значит, это не свободы или еще? Ну, опять же. Ну, крайне нет. Сегодня-то какая свобода? Я сейчас не видел. Я просто не вышел. Суды приходят. Я сходила уже, кто не так знает, что у вас там эти праздники? Ну, вот, наверное, дай Бог, чай как-то получилась. Хотя, вы знаете, вот то, что здесь выставлено, это я не знаю, где там. Тысячная часть того, что сделано, потому что это тысячная часть, которой где-то я приближаюсь к художнику и где-то приближаюсь к свободе. Вот, ей-богу, тысячная, потому что там где-то в интернете, там где-то дизайн, фотография, преподавание, это-это-это, там появится, вот. Вот в чем дело. Поэтому хочется иногда что-то взять и сделать так. Абсолютно, не знаю, где-то, раздеться до гола, сесть в комнате, закрыть душу и все, и все, и делать, где-то собственный гармоник. Ну, и люди точно так же танцуют, там, в душе поют. Вот она, свобода, искусство и творчество. Вы меня отпустите. В интернете. Если что, у меня там пока все живут, там можно и спрашивать, и что угодно. Говорить. Спасибо. Спасибо.